Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Я еще работаю с лестерой КПА. Номер моего телефона 8 920 517 48 17. Итак, давайте продолжим проект, изучаем ПЛК-контроллеры и снова поработаем со средой программирования Step7 Professional. Вот здесь у меня есть лекции, по которым я собственно и осваиваю данную среду программирования. Вот лекции Бергера Ганса. Вот Step7 программирования на языках LAT и FBD. Давайте сегодня познакомимся вот с таймерами. Вот у меня открылись таймеры. Вот с чего и начинается лекция. Конечно, немножко забегаем вперед, но я думаю, ничего страшного. Тут немножко можем почитать, но это потом более подробно почитаем. Сейчас остановимся вот где-то здесь, на этом моменте. Еще есть вот такой диск, где как раз можно тоже познакомиться, поучиться по нему, как и что делать среди программирования Step7. Вот здесь версия 5.3, у нас версия 5.5. Думаю, ничего страшного в этом нет. Вот это вот можем открыть первые шаги. Ну, я тут уже смотрел немножко. Ну, я тут уже смотрел. Ну, вот у нас запуск менеджера, создание проекта. Давайте запустим менеджер. Выпускаем Sematic Manager. Вот то, что нам помогает создавать наш новый проект Wizard. Вот тут как раз описывается, как он создается, проект и все прочее. Я помедленнее буду прокручивать, чтобы вы могли прочитать. Спасибо. Продолжение следует... Давайте дальше поработаем с проектом. Вот то, что мы немножко читали, нажимаем Next, выбираем наш контроллер, так и оставим первый CPU 312 и вот MPI оставим, то что связывается по MPI. Двуочек, значит связь по MPI, как мы уже с вами читали. Next. Язык программирования, так пока я оставил. STL, организационный блок первый выберем. Next. И имя программы, так пока я оставил, как он нумерует. Можно, конечно, стереть и я самим написать, но пока этого делать не будем. Finish. Сразу запустим симулятор. Двойным щелчком в левой кнопке мыши. Вот у нас здесь открылся симулятор. Добавим сразу входы. Выходы. Ну и поскольку мы будем работать с таймерами, добавим таймер. Пока свернём. Нажмём по организационному блоку двойным щелчком в левой кнопке мыши и откроем его. Вот здесь мы можем начинать писать нашу программу. Зайдём в вид и выберем язык программирования LAT. Вот здесь у нас в библиотеке как раз есть таймеры. Таймерс. Ну давайте возьмём вот этот простенький таймер SP. Выделяем здесь. У нас таймер будет запускаться по условию. То есть создадим условие, что когда на нулевой вход ПЛК контроллера подаётся сигнал, таймер запускается. Здесь я напишу I0.0. А сюда щёлкаем здесь, по этой линии, сюда ставим таймер. Двойным щелчком левой кнопки мыши. Здесь обозначим его как T1. Вот табличка высвечивается. Если дальше будем продолжать, то будет писаться здесь. Но пока я этого не буду писать в табличке. Я пока нажму вот здесь. Кустор поставлю. Я поставлю T1. А вот здесь мы уже зададим время. Вот давайте почитаем, как мы будем задавать время. Вот время у нас задаётся в таком формате. Вот у нас S5T Time. Или можно написать S5T решётка и время. Допустим, миллисекунды, секунды, минуты. Вот у нас как раз здесь описывается, как задаётся время. Вот минуты до 9 990 секунд. Ну, более подробно потом ещё об этом поговорим. И ставим здесь. Так, ещё раз посмотрим. Ставим S5T решётка время. Вот снова табличка, но я щёлкаю здесь. И пишу здесь S5T решётка. И поставим, скажем, 10 секунд. 10S. Щёлкаем по поставленному полю. И дальше добавим ещё Network. Network. Новый Network. Нажимаем здесь. И вот у нас появилась ещё один Network. Комментарии пока ничего не будем писать. Нажмём по этой линии левой кнопки мыши. Ставим контакт. Нормальный открытый контакт. И здесь напишем T1. Снова щёлкаем здесь, чтобы мы можем было писать. Устанавливаем курсор. T1. И щелкнем снова по этой линии. И ставим обмотку. И дадим ей обозначение так же, как он будет на реально ПК-контроллере. Комментарии 0.0. Такую простенькую программку написали. Давайте теперь её выгрузим в симулятор. Загрузим симулятор. Откроем симулятор. Вот здесь поставим номер нашего таймера T1. Так, давайте попробуем запустить. Нажимаем работа. И попробуем подать сигнал на нулевой вход нашего ПК-контроллера. Вот сигнал подали. На нулевом выходе появился сигнал. Сейчас таймер отчитает время. И сигнал здесь должен у нас пропасть. Ну вот, сигнал у нас пропал. Для того, чтобы его снова запустить, снимаем галочку. И запускаем по новой. Ну вот, снова сигнал пропал. И давайте ещё здесь, наверное, запустим динамику. Попробуем запустить динамику. Ну, это у нас в среде программирования интервью динамика называется. Как здесь это называется, я ещё пока не знаю. Ну, вот здесь у нас есть очки. Нажмём на них. Вот теперь запустим симулятор. Подадим сигнал. И то есть мы вот наблюдаем, как проходит у нас сигнал. Ну вот, сигнал у нас пропал. То есть он пришёл сюда, и теперь уже он у нас и ушёл, сигнал. Ну вот, пожалуй, на этом небольшой урок закончим. Вернее, это не урок, это просто видео. Я снимаю видео о том, как я обучаюсь программировать ПВК-контроллеры. Возможно, это видео кому-то будет полезно, интересно. Ну, пока, наверное, на этом и всё.